Спросим, что такое вообще слово монотеизм? Мы его так много употребляем. Да, вот мы говорим, это монотеистический комплекс человечества, я только что сказал, да? То есть иудаизм и религии дочерние по отношению к иудаизму, например, христианство и ислам. Кстати, монотеизм никогда не возникал в человечестве, кроме вот такой схемы. То есть кроме как из иудаизма вырасти, никогда ни один монотеизм в мире не возник. За всю историю человечества. Прошло ровно один раз, и потом из иудаизма все остальное выросло. Но, что такое по сути монотеизм? Очень часто многие ошибочно думают, что суть монотеизма в том, что Бог один. Просто потому что моно это один, атеизм это Бог, и вот монотеизм это есть единое Божие и Бог один. Я никоим словом не хочу сказать, что это неправильно. Разумеется, Бог один. Но почему это так важно? В конце концов, какая разница? Почему это так существенно? Ответ состоит в том, что высшая сила в любом варианте, взгляда на мир, высшая сила одна. Потому что на самом верху не может быть два. И если там два, то что-то их уравновешивает. То, что их уравновешивает, вот оно на самом верху, и оно всегда одно. Но у идолопоклонников это высшая сила, это закон природы. То есть какой-нибудь, скажем, вот у буддистов есть закон кармы. Вот этот закон кармы, он надо всем давлеет. Или там китайцев закон неба, или рок у древних грехов. То есть высшая сила, она всегда одна. На высшем уровне не может быть два. Но у идолопоклонников это высшая сила, это закон природы. То есть бездушная вещь. Не личностная. И поэтому к ней нельзя обратиться, и с ней нельзя поговорить, и с ней нельзя общаться. А поэтому обращаются на более низшем уровне. На более низшем уровне много разных. Поэтому сутью монотеизма является не в том, что Бог один, а в том, что высшая сила является личностью. Что такое личность? Личность это как мы. То есть то, с кем можно понять друг друга, и можно найти контакт. И в этом смысле фраза, что Бог создал человека по образу и подобию, с которым начинается библейский текст, это и есть описание монотеизма. То есть высшая сила, которая создала небо и землю, и все, что в нем, она же, эта же высшая сила, создала человека по своему образу и подобию. Зачем Бог создает человека по образу и подобию? Что Богу не хватает? Зачем Богу нужно создавать человека? Общение, конечно. Потому что общение – это самая высшая форма реализации личности. И поэтому Богу, которому хочется общения, он создает человека по образу и подобию, чтобы было с кем поговорить. Понятно. Теперь, таким образом, сутью монотеизма является не то, что Бог один, это само собой, что Бог один. Сутью монотеизма является диалог между Богом и человеком. То есть, кто такой человек религиозный? Религиозный человек – это человек, который осматривает свою жизнь как диалог между собой и Богом. Все, что мы делаем – это те слова, которые мы хотим сказать Богу. Все, что с нами происходит – это те слова, которые Бог хочет нам сказать. И поэтому в ходе нашей жизни мы ведем диалог с Богом, и вот в этом диалоге мы приходим к какому-то там тому или иному взаимопониманию и так далее. Но разговор ведется не словами, разговор ведется прежде всего действиями. Слова – это часть действий. Но слова скорее нужны для осознания действий. А главное слова, главное, что мы хотим сказать – это то, как мы делаем. Или то, что с нами происходит. Понятна эта вещь? Эта вещь понятна? Отлично. Эту вещь, безусловно, разделяют все монотеизмы – и ислам, и христианство, и, конечно, иудаизм. Но есть в иудаизме еще один уровень, который не актуализован в достаточной степени в христианстве и в исламе. Это диалог между Богом и народом. Это совсем другая вещь. То есть, кроме того, что индивидуум является субъектом, то есть разговаривает с Богом, кроме того, еще и народ является субъектом. И народ тоже ведет с Богом в некую форму диалога. Все, что народ делает – это то слово, которое народ хочет сказать Богу. Все, что с народом происходит – это то, что Бог хочет сказать народу. В ходе этого диалога, который называется «национальная история», происходит некое познание Бога со стороны данного народа и некое раскрытие Бога данному народу. Понятно? Разумеется, точно так же человечество все вместе тоже является субъектом. И человечество тоже ведет с Богом диалог. Все, что человечество делает – это то слово, которое человечество хочет сказать Богу. То, что с человечеством происходит – это то, что Бог отвечает человечеству. В ходе развития человечества, которое называется «история», происходит божественное откровение. Понятно? Все понятно, правда? Получается, откровение – это синоним диалога. Совершенно верно. Откровение – это один из параметров диалога. Это не синоним, это один из параметров диалога. В ходе диалога происходит откровение. Теперь, таким образом, концепция продолжающегося откровения говорит о том, что в начальный момент произошло некое особо сильное раскрытие божественности, особо сильное откровение, но дальше во все уходы истории происходит продолжающееся откровение. То есть откровение не закончилось в начальный момент. Потому что если Бог не ведет диалог, то тогда жизнь теряет смысл. А если Бог по-настоящему ведет диалог, то он должен, внимание, если Бог ведет диалог по-настоящему, то он должен постоянно говорить что-то новое. Если ничего нового не говорится, то это не диалог. Это игра. Понятно? Таким образом, я с религиозной точки зрения считаю, что откровение продолжается. Оно началось, находенное на заре человечества, оно было несколько моментов очень сильного откровения, громадного откровения, но оно продолжается. И поэтому вся жизнь человечества и для меня, вся жизнь еврейского народа, а для вас, например, украинского народа, или как вы сами себя самоосознаете, это вопрос вашего личного как бы самоосознания и самоидентификации, является формой диалога с Богом, в которой происходит продолжающееся откровение. А если откровение продолжающееся, то мы должны понять, что, собственно, Бог хочет нам сказать, и в соответствии с этим правильно модернизировать свои религиозные представления. Потому что если Бог нам говорит, то мы должны это включить в наше религиозное пространство. Таким образом, концепция ортодоксальной модернизации говорит следующее. Она ортодоксальна, что означает, что все, что было до этого сказано, никуда не уходит, все остается на месте. И поэтому это ортодоксальная концепция. Но при этом Бог продолжает говорить. Поэтому есть что-то новое, что должно дополнить, не убрать, а дополнить то, что мы знали раньше. То, что мы представляли примерно, а теперь уточняем. То, что было в зерне, а теперь оно раскрылось и более детализовано. И вот этот процесс модернизации религии является одним из центральных религиозных действий человека. Именно поэтому я считаю его религиозно важным. Как религиозный человек я считаю важным в этом участвовать. И именно об этом я собираюсь рассказывать. Вот более-менее вопрос, зачем это надо. Потому что если модернизации нет, то нет настоящей религиозности. Настоящая религиозность должна включать в себя в качестве компонента продолжающийся диалог. А если есть продолжающийся диалог, то есть это новое, что Бог хочет нам сказать. А если это новое, то мы должны его интегрировать в то, что было до этого. Но поскольку мы придерживаемся концепции аддоксальной, то все, что было раньше, тоже остается, никуда не девается. Но оно утончается, оно усложняется, оно становится более емким, в нем получается больше тонкости. Оно становится, как бы раскрывает тот потенциал, который был. И вот это раскрытие потенциала прежнего, это и есть важнейший религиозный процесс, который, с моей точки зрения, является важнейшим духовно-религиозным процессом человечества. И его осуществляет вот этот монотеистический комплекс как целое. И что? Возряжение не возникает. Не возникает возражений? И как это не возникает возражений? Это просто тотально противоречит стандартной религиозной модели. Просто тотально. Потому что стандартная религиозная модель говорит, все уже открыто, а твое дело только реализовать. Правильно? Это, ну да, но стандартная модель говорит, в общем, все открыто, ты просто должен сделать правильно. И тебе уже все сказано, и не надо ничего придумывать, не надо ничего модернизировать, тебе уже все сказали, открой книжку, прочти, и там уже все написано. Вот это стандартная религиозная модель. Она и в христианстве такая, она и в аудаизме такая, она всюду такая. А здесь предлагают шандыугая модель. Она говорит, ты должен быть творческим человеком. Один из планетов твоего творчества – это творческое развитие религии. И вот это творческое развитие религии является твоей полноценной духовной самореализацией. Тебя как индивидуум, у тебя как народа. Это совсем-совсем-совсем не таевиальная религиозная позиция. Вопрос был, что если Бог говорит новому человеку, говорит ли человек что-то новому Богу. И наше главное говорение – это устройство нашей жизни. Наш социум, наши правила жизни, наше устройство, наш взгляд на другого человека. Собственно, развитие цивилизации – это и есть диалог между Богом и человеком. Духовное развитие цивилизации – это и есть то, что мы говорим Богу. И оно сильно не тривиально.